У нас нет данных по потерям, но удары достаточно тяжелые. Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Диктатура впадает в неверие. От момента преступного и кровопролитного вторжения российских оккупантов в Украину прошло долгих два с половиной года. Самая страшная агрессия современности, возрождающая традиции гитлеризма, стала символом диктаторского правления позднего Путина. Два миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть нацифицированы. То есть быть уничтожены. Кремлевские пропагандисты, в среде которых нарастает разочарование из-за краха победоносной войны, начинают осознавать, сейчас реально происходит поворотный момент постсоветской истории. Российской гегемонистической модели доминирования пришел бесславный конец. Самое время отыскать виновника сложившейся печальной ситуации. И поскольку никакой оппозиции внутри РФ после смертей, путь чисто пригожено и несистемщика Навального уже нет, то режим начинает пожирать сам себя. Это не усиление режима, это ослабление режима. Режим устраивает террор и становится более жестким в ответ на то, что он не способен играть по правилам. Он не способен играть честно. Он ни в какой ситуации не остается победителем. И здесь он тоже рано или поздно проиграет. Явным симптомом ускоренной каннибализации неоимперского трупа стало небывалое падение рейтинга Путина. По данным ВЦИОМ, только за прошедшую неделю одобрение деятельности хозяина Кремля рухнуло на 3,5 пункта. Одновременно показатели доверия к престарелому вождю сократились на 2,6 пункта. Такого резкого перепада не случалось за все время войны. Разве что мятеж Пригожина примерно так же пошатнул путинские позиции. Что мы совершенно точно знаем, мы это и до этого-то знали. А уж спасибо Евгению Викторовичу Пригожину, он нам это наглядно показал. Ни одна собака не выйдет. Ни то, что не выйдет, рот не откроет. Для того, чтобы не то, что вступиться за дорогого вождя, а хотя бы вспомнить, что он был такой и как-то его звали. Забудут мгновенно. Он исчезнет, как тень зари, как камень, брошенный в болото. Даже круги не пойдут. Колоночек мы все напишем, некоторое количество. И, надо же, помните, был такой. Мы еще ему популярность какую-то измеряли. Насчет рейтингов задумывались. То ли Владимирович, то ли Васильевич. Симпатии масс однозначно уже не с Путиным. И здесь работает сразу группа факторов. Безусловно, больше всего подкосило рейтинг кремлевца номер один августовское контрнаступление ВСУ в Курской области. Более тысячи квадратных километров территории данного региона находится вне контроля россиян или в разрастающейся серой зоне контактных боевых действий. Десятки тысяч вынужденных переселенцев и беженцев с Курщины. Риски для Курской АЭС явно не те достижения, которые хотелось бы видеть Москве. Со времен Второй мировой войны первый случай, когда на территории Российской Федерации находятся иноземные войска. Да? Первый случай. И это на фоне рисков для других приграничных регионов России и усиления атак украинских БПЛА, способных достигать даже Заполярья? Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Такое положение дел вызвано просчетами высшего военного и политического руководства РФ. РФ. Генералитет не рассчитывал сценариев на случай краха вторжения. А потому стала возможна ситуация, когда война перекинулась на российскую территорию. Безусловно, Украина зайдет и на другие территории, на территории других областей. Уверен в том, что и в Брянской, и в Белгородской области будут украинские войска. В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни. Во-первых, со времен СССР никаких военных рубежей и укрепленных линий в приграничье бывшей РСФСР не возводилось. Это считалось глубокими тылами, которые прикрывала Украина. Во-вторых, Пригожинский мятеж показал, что можно довольно небольшими силами врезаться вглубь российской территории, как нож в сливочное масло. Легко. В-третьих, есть вероятность заговора среди действующего генералитета против Путина. Нашей власти весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпая. Так как велик страх арестов после снятия Шойгу, ретивые военкоры активно раскручивают историю о краже командой экс-министра обороны 11 триллионов рублей, которая привела к катастрофе. Это преступники против собственных солдат собственного народа. Явно среди людей с большими погонами царит нервозность, ведь в любой момент к ним могут приехать чекисты и превратить в козла отпущение. И Шойгу было украдено около 11 триллионов рублей. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои. Особенно военных раздражает ставка Путина на кавказцев и заискивание перед Кадыровым, который на себя примеряет роль личного претарианца нелегитимного президента. История про лояльность абсолютно не соответствует образу Кадырова в моем представлении. Я могу ошибаться, я не знаю, его никогда с ним не виделось. Но исходя из его поведения, его заявлений в последнее время, исходя из его подобострастной хвалебной лексики отношений Путина, я бы сделала вывод о том, что он, конечно, его продаст точно так же, как кого угодно еще, если ему это понадобится. Продаст и предаст. Не имея доверия к своим военным, Путин переходит в режим личного командования военными операциями на Курском фронте, как царь Николай II в 1916 году в ходе Первой мировой войны. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому. Зная о минимальном представлении великого тактика в вопросах военной стратегии, следует ожидать либо чего-то очень провального, либо же крайне зловещего. Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генерального штаба. Мы не вытянем это! Циркулируют слухи о затянувшейся паузе как раз по причине подготовки асимметричного удара против ВСУ. Как он будет выглядеть, пока не ясно. Однако резкие телодвижения могут дорого стоить Путину, ведь повлекут снятие ограничений на использование западного вооружения. Прилеты ракет по Москве и Подмосковью могут иметь для Кремля самые нежелательные последствия. Раз, два, три! Украина создала чудесную ракету-дрон под названием «Поляныця», которая, я немножко конкретизирую, которая способна поражать огромное количество, в частности, аэродромов на территории Российской Федерации. Россия совершила нападение на Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар. Свою роль играют людские потери, измеряемые в более чем 600 тысяч лиц личного состава или 67% численности ВС РФ. Это нулевая цена человеческой жизни. При этом никаких улучшений в плане защищенности российской территории не произошло. Вернее, наоборот, каждый день войны ухудшает атмосферу безопасности внутри и вокруг России. Пропасть неверия решительно только разрастается. Путинский режим от старости и вседозволенности сошел уже с ума и ударился в безумную геополитику с развязыванием агрессивной войны. Потом выяснилось, что их компетенции и квалификация дедов из Совбеза находятся на том же уровне, что и представление о мире. То есть на уровне немолодых мужиков, рассуждающих о политике под водочку за гаражей. Бои тяжелые, бои очень сложные, потому что пытаются противники и контрнаступательные действия здесь производить встречные бои. Все это дается непросто, потому что бросает большие силы враг.